Может и поэтому извинения Тардагана, похоже, ждать придется долго. Каждым новым своим заявлением он расширяет трещину, что возникло в российских-турецких отношениях. Президент Турции, выступая в Анкаре, сказал, что российский бомбардировщик был сбит над Сирией по причине автоматической реакции турецких ВВС на нарушение границы. И добавил, в случае новых нарушений турецких воздушных границ ответ будет точно таким же. Самолеты будут сбиваться. И сейчас на прямой связи со студией Стамбула находится наш специальный корреспондент Анастасия Ефимова. Здравствуйте, Настя. Мы правильно понимаем, что президент Турции не собирается извиняться и вообще он полностью оправдывает действия своих ВВС, сбивших российский самолет? Да, здравствуйте, Максим. Но вы знаете, новое заявление турецкого президента правильно понять достаточно сложно, но по крайней мере цитируете вы их абсолютно верно. Действительно, выступая сегодня, президент Эрдоган вел себя так, словно и не было бы широчайшей международной реакции на инцидент с российским самолетом, словно бы не было и очень жесткой реакции Москвы, словно бы не было угрозы полного разрыва экономических отношений и уже приостановленных отношений военных. Президент Эрдоган остается верен в себе. Он действительно заявляет, что не жалеет о том, что самолет был сбит, так как он по-прежнему утверждает, что он нарушил воздушное пространство Турции и более того, говорит о том, что и в дальнейшем собирается сбивать самолеты, если вдруг в стране покажется, что самолет этот залетел на территорию Турции. Заявление как минимум странное, особенно в свете того, что после этого Реджепт Эрдоган заявил, что Россию он считает своим стратегическим партнером, а у реакции России на, цитата, инцидент с самолетом очень сожалеет. Давайте же послушаем. Наши прямые военные действия против России или какой-либо другой страны полностью исключены. Мы только хотим, чтобы все уважали наши суверенные права и границы, так как мы уважаем их права. Не стоит преувеличивать значимость этого инцидента, в котором весь мир встал на нашу сторону, и не стоит переносить его в политическую и экономическую сферы. Если подобное нарушение границы случится сегодня, Турция отреагирует точно так же. И каждая страна, которая захочет нарушить наши границы, должна сперва спросить себя, точно ли она хочет подобного развития событий. Ну вот здесь я позволю еще раз остановиться на одном из фрагментов этого выступления, которое мы только что послушали, о том, что весь мир встал на нашу сторону, сказал Реджепт Эрдоган. Но это как минимум допущение, если не сказать больше, ведь и все мировые политики, и очень многие мировые издания говорили о том, что поведение Турции серьезно обостряет не только российско-турецкие отношения, но и всю ситуацию в мире в целом. Более того, и СНР, и американский Форбс сегодня в том числе писали о связи президента Эрдогана с террористами, запрещенной в России ИГИЛ. Писали также о связях его семьи и о доходах, которые семья получает от продажи ворованных в том числе в Ираке нефтепродуктов. Так вот, все эти обвинения сегодня Реджепт Эрдоган отверг. Давайте послушаем, что он сказал по этому поводу. Это голословное обвинение в том, что Турция покупает нефть у ИГИЛ. Некоторые официальные лица утверждают это. Как не стыдно. Места, где Турция покупает нефть и природный газ очевидны. Наш крупнейший импортиор – это Россия, другой – Иран. Также мы сотрудничаем с Азербайджаном и с северным Ираком. Мы покупаем сжиженный газ в Алжире и Катаре. Эти места очевидны. Ну и вот в продолжении своего выступления Реджепт Эрдоган заявил, что никогда в жизни не спонсировал террористов. Ни он лично, ни Турция в целом. А вообще за поддержкой террористов стоит режим Башара Асада и те, кто его поддерживает. Но это уже вовсе абсурдное обвинение, если учитывать, что именно регулярные войска Сирии долгое время в одиночку боролись с террористами ИГИЛ. Это достаточно странно обвинять их именно в этом. Впрочем, похоже, что сейчас турецкий президент не гнушается любыми обвинениями, лишь бы отстоять свою, пусть и весьма спорную, точку зрения. Максим. Настя, ну вот что еще странно. Пока мы, по крайней мере, не услышали никаких комментариев от властей Турции и в том числе от Эрдогана по поводу тех мер, которые озвучены уже со стороны России и тех мер, которые ответны, которые предпринимаются в частном порядке. Известно ведь, что чартерные рейсы практически все туркомпании отменили. Путевки в Турцию не продаются. Речь идет об ограничении и продовольственных взаимоотношений между Россией и Турцией. Неужели власти турецкие вообще никак это не комментируют? И если комментирует кто-то, то кто? Ну, знаете, на самом деле, косвенно сегодня все эти меры прокомментировал как раз сам Эрдоган. Он отвечал на вопрос о том, что случится с турецкой экономикой в случае, если все контакты с Россией будут приостановлены. Так вот, он заявил, что любые подобные заявления не подобают серьезному политику и являются ложью. А значит, отношения с Россией, как со стратегическим партнером, непременно будут продолжены. Есть такое очень странное ощущение, что Реджеп Тайпердоган просто не хочет верить в происходящее. Но его окружение, видимо, поддерживает его в этой странной иллюзии. Ну, поверить все-таки, видимо, придется. Спасибо, Анастасия. На прямой связи со студией Стамбула была наш специальный корреспондент в Турции Анастасия Ефимова.